Дорогие друзья, добрый день. Последний день весны 23 года у нас на календаре. Мы начинаем очередной вебинар портала Приан. Сегодня с экспертами компании Intermark Real Estate мы обсудим рынок недвижимости Турции. Собственно, в Турции можно было говорить много, они и говорили много, даже те, кто, в общем, ну, и не только к недвижимости не имеет вообще никакого отношения. Турция была в центре внимания, даже выпуски новостей, ну, по крайней мере, я в нескольких странах видел, в Великобритании, во Франции, в Эмиратах, телеканал Аль-Джазира. В первом месте была Турция, 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 по крайней мере, к концу прошлой недели, когда, наконец, завершились выборы и появилась некая определенность. Демократические выборы, Раджер Тайбардаган сохранил свой пост. Но, собственно, исходя из этого, можно, исходя из той реалии, к которой мы пришли, наверное, надо по-новому немножечко посмотреть на рынок недвижимости, потому что исход выборов был непонятен до последнего времени. И мы как раз сейчас обсудим всю эту ситуацию с Ольгой Катрич, директором департамента международных проектов Intermark Real Estate. Ольга, здравствуйте. Добрый день, Филипп. Добрый день, уважаемые слушатели. И поговорим с удовольствием в серийной заплатке на руководителе направления продаж турецкой недвижимости компании Intermark Real Estate. Добрый день. Слышно хорошо, видно хорошо. Поехали, чат работает. Вопросы, пожалуйста, свои задавайте. Давайте начнем все-таки с вопроса такого немного общего. Ольга, поскольку ваша специализация это не только Турция, да, а многие страны, все-таки место Турции вот в палитре зарубежной недвижимости, может быть, с точки зрения инвестиций, с точки зрения иммиграции, как вы ее себе видите сейчас? Ну, безусловно, для наших клиентов Турция это одно из самых центральных направлений. В прошлом году мы наблюдали из всех наших иммиграционных продуктов. Самый основной спрос это был, безусловно, на Турцию, потому что программа получения турецкого паспорта в обмен на инвестиции, это остается сейчас практически единственной доступной программой получения именно гражданства. Мы не говорим про вид на жительство, хотя в Турции он тоже есть, да, и в Турции также можно получить вид на жительство, проживать там постоянно. Но если мы говорим про именно получение какого-то альтернативного гражданства, то это, безусловно, только Турция. Ну, еще осталось Вануату. Весной закрылась Гренада, последний стран Калибрского региона, которая принимала документы у россиян. Вот, и поэтому с иммиграционной точки зрения Турция, безусловно, является, являлась лидером, и мы считаем, что сейчас, после того, как выборы завершились, победы господина Эрдогана, то эта же тенденция и сохранится. Также с точки зрения инвестиционной привлекательности Турции, здесь тоже у клиентов, ну, там было немножко сомнений именно вот перед выборами, да, рынок в Турции перед выборами вообще немножко замер, потому что было непонятно, куда качнется эта стрелка. Но поскольку сейчас все осталось в сущности, да, тот же статус-кво, какой был до начала этого года, то с инвестиционной точки зрения мы также считаем, что это будет интересно для наших покупателей. Елена, в продолжении вот этой истории, действительно, очень по-разному, ну, страна разделилась, да, по-своему, на две части, говорят, там, крупные города за Каладжидар-Аглу, там, провинция в большей степени за Эрдогана. Если мы говорим, ну, ваш, в общем, заинтересованный взгляд как человека с рынка недвижимости, вот то, что произошло, и то, каким этот рынок видится сейчас, вот какой он, то есть это была какая-то сжатая пружина, она разомкнулась или, в общем, все равно ажиотаж прошлого года, в том числе и со стороны российских и украинских покупателей, все-таки это уже немножко история прошлого. Конечно же, как только произошли итоги выборов, большая часть застройщиков очень сильно вздохнула, потому что, конечно, все топовые застройщики в разных и крупных и маленьких городах Турции ждали, что именно Эрдоган, в общем-то, возглавит вновь страну на пять лет. Сектор недвижимости Турции является одним из основных с точки зрения ВВП страны. Конечно же, застройщики зависят от, в том числе иностранных инвестиций, и также большой достаточно сегмент со стороны инвесторов составляют и сами турки. Вопреки многим словам, что, такое сейчас мнение было очень популярное, что турки больше не могут покупать себе ненавиджимость, цены такие высокие, что они страдают и так далее, и так далее. На самом деле это далеко не так. Благодаря последним событиям, в том числе в секторе туризма, которые нарастали с начала пандемии, когда Турция была одним из единственных направлений для путешествия открытым, в том числе, конечно, и иммиграционной точки зрения, тоже практически один и единственный выход для россиян и для многих других стран бывшего СНГ, конечно же, из-за этого благосостояние многих крупных достаточно кластеров людей только повысилось. Учитывая, опять же, инфляцию, которая происходит в стране, это ни для кого не секрет, она порядка 80% составляла и в 2022 году, и на сегодняшний день, из-за очень маленького количества инструментов, именно банковских, сохранение капитала стало сложным. Поэтому сами же турки, в том числе, вкладываются в недвижимость, в кирпичи, потому что для них это более постоянный, понятный актив. Соответственно, нельзя сказать, что как пружина сейчас произошла ситуация как раз с тем, что землетрясение, не только выборы, сильно очень повлияло на замедление рынка. Но в любом случае, конечно же, российские граждане, конечно, в 2022 году, они являлись на первом месте, естественно, среди покупателей. Ну, это не секрет ни для кого. Понятное дело, что такой большой высокий спрос в 2023 году страна российских граждан быть не может. Но, тем не менее, этот спрос замещают такие страны, как Иран, Ирак, Пакистан, которые исторически так сложилось, что они покупали недвижимость в Турции, вкладывали для получения и ВНЖ статуса, и гражданства, и для открытия счетов, и для перевода компаний, и для работы в том числе с европейскими рынками, американскими рынками. Поэтому, конечно, дальше будет продолжаться большое развитие. Опять же, из-за землетрясения недвижимость будет сильно дорожать, потому что новые регламенты строительства введены. Очень сильные сейчас происходят по всей стране проверки. Конечно же, это все будет удорожать, в принципе, на выходе квадратный метр. Поэтому сейчас хорошее время для того, чтобы вновь, после того, как все выдохнули, вернуться к рассмотрению недвижимости Турции, в том числе для инвестиций. Окей, а в инвестициях, которые действительно отдельно поговорим, я, наверное, хочу показать вот этот вот слайд компании Intermark Real Estate. Здесь вы можете, что называется, отскалировав его, попасть в каналы в соцсетях компании Intermark, и, соответственно, пообщаться лично, познакомиться чуть ближе и с работой компании. Я в чате еще попрошу контакты компании Intermark Real Estate показать. Ну, а теперь все-таки давайте вернемся к вопросу цен. Ну, Илья, давайте сначала так. Все-таки было в этом году в Турции совсем печальное событие, трагическое землетрясение. Ну, скажем так, как бы цинично это ни звучало, хотя в данном случае еще цинично, это жизнь такая. Время лучше лекарь, да, и с течением какого-то времени вот эти страшные кадры стали уходить из памяти. К сожалению, людей ничто уже не вернет, но вот эта история, что жизнь продолжается, она имеет под собой вполне прагматичное основание. Давайте посмотрим тогда вот на этот слайд и несколько комментариев. Вот вообще, по вашим ощущениям, насколько люди опираются сейчас на вот эту историю, связанную с рисками, ну, для просто... с рисками, ну, не для жизни, хотя, может, не для жизни, так можно сказать. Насколько вот эта карта сейчас руководствует к действию, карта сейсмически активных зон в Турции? Елена Ольга. Ну, наверное, Елена, да. Да. На мой взгляд, за последние как раз несколько месяцев эта карта, она, может быть, является подспорьем для выбора того или иного региона, особенно если недвижимость покупают, ну, как правило, не просто для отдачи в аренду, а для себя, для личного использования. Но это событие как раз сейчас немножко отсекло тех интересантов, которые не были серьезно намерены покупать недвижимость. Поэтому слово «землетрясение», оно как бы дает возможность еще отложить вопрос покупки для тех, кто и не собирался покупать. Для тех, кто планировал, выборы, да, они сильно повлияли. Сейчас, естественно, вся эта неделя работа очень активно кипит. Стамбул, хоть и является высоко-сейсмоактивной, находится в высоко-сейсмоактивной зоне, но с момента 99-го года, когда там произошло одно из крупнейших землетрясений, за эти как раз почти 25 лет он очень перестроился. И уже совершенно по другим стандартам, соответственно, все здания, они уже подкреплены как раз по новым регламентам строительства. Поэтому, действительно, если там будут происходить какие-то толчки, ну а природа – это природа, понятное дело, никуда не денешься, то разрушения там не будут такие высокие. Тем не менее, для своего собственного успокоения есть действительно такая вот зона, это Наталийское побережье, она исторически самая безопасная, начиная, как раз она простирается от города Адана до Мерсина, Адана до Мерсина, Анталии, Аланьи. Самое спокойное, 4 балла максимум. Даже когда происходят такие крупнейшие землетрясения, как мы наблюдали в феврале месяце, максимум, что происходит, это открывается условно дверь в комнату, межкомнатная. Это вот действительно самый максимум, самый пик, который был в феврале и наблюдался в Алании, в Анталии. Тогда еще, может быть, через такой практический вопрос для людей, для которых это волнует, для людей, для которых это важно. Вот они подбирают объект. Что они должны запросить? Как они могут убедиться, что объект построен с некими требованиями системы устойчивости? Потому что сказать можно все, что угодно, чисто по практике. Во-первых, есть ли у вас такие запросы, то есть спрашивают ли это у вас. Если спрашивают, что вы людям показываете, какую информацию от застройщика вы предоставляете. Есть такая сертификация, она давно уже была, и сейчас, естественно, о ней заговорили все чаще. Называется она DASC, английскими буквами, латинскими. Сейчас все крупные застройщики при продаже своих объектов предоставляют этот документ о строительстве, соответственно, показывают, какая сила бетона, какие были предусмотрены именно основания, сделанные при условии установки подземного паркинга. Конечно же, если мы говорим об активных регионах, то это должна быть не очень высокая этажность. И мы, естественно, нашим клиентам помогаем получать такие справки, документы официальные, которые делает независимый, вот эта вот фирма DASC. Окей. Давайте тогда несколько слов об инвестиционной составляющей. Ну, про иммиграционную, Ольга, вы сказали, что да, Турция, ну, извините, программа гражданства, есть там, конечно, Египет, есть Вануату, но все равно в реальности турецкая программа для граждан России является, по сути, безлитернативной. Если мы говорим об инвестиционной составляющей, то все-таки выбор намного шире. И ваш взгляд на Турцию именно в этом направлении. Если зарабатывать, то на чем? Если зарабатывать, то как? И почему Турция, как инвестиционное направление, кажется вам интересным? Пожалуйста. Ольга? Ну, я думаю, вот по этому вопросу мы тоже лучше послушаем Елену, потому что она является именно вот по недвижимости все-таки специалистом, который работает, много работала там, непосредственно в Турции, да, именно рынок недвижимости, да, знает... Елена, тогда вам слово, да. Ну, вопрос, собственно, тот же самый. Да, я хочу разграничить немножко направление все-таки иммиграционного гражданства Турции и инвестиций. Дело в том, что мы, когда оформляем паспорт, мы очень связаны по рукам и ногам таким документом, как ТАПУ. Это свидетельство о собственности. Сначала этот самый документ ТАПУ получает застройщик, а потом уже он переписывается непосредственно на покупателя, то есть на основного заявителя. Так вот, самый выгодный вход исторически, это и в России, и в Турции, и в Дубае, и в других странах, на офф-плане, когда только выходит новый проект, когда можно в него инвестировать и приобрести на начальных этапах цен. Так вот, ТАПУ не бывает в момент этого офф-плана. Он, как правило, выпускается, ну, где-то через 12 месяцев, когда уже прайс-листы первые запущены. Соответственно, если мы хотим с вами паспорт, то не стоит надеяться, что мы много потом заработаем на перепродаже этого объекта. Да, конечно, мы не потеряем. Сейчас показывается последние пять лет хороший очень, ну, такой волнообразный из-за предыдущего года, но тем не менее, хороший потенциальный рост за квадратный метр, он и продолжится. И он превысит инфляцию, и он будет валютной, интересной после дачи в эксплуатацию. Но, если мы говорим все-таки про инвестиции, которые не связаны с гражданством, то тут у нас, конечно, больше интересных потенциальных направлений, это и южные города, это, естественно, Истамбул, и, конечно же, очень часто у нас сейчас интересуются таким городом, как Мерсин. Там вообще сейчас такие интересные происходят ситуации, о которых мы тоже чуть позже более подробно поговорим. Это строительство, в общем-то, АЭС вместе с Российской Федерацией, которое, конечно же, повлияет очень сильно на рост цен, как за аренду, когда она будет запущена, так и на квадратный метр. Поэтому, опять же, если мы говорим о покупке какого-то объекта на офф-плане, тут мы можем рассчитывать практически до 70% в валюте на момент сдачи в эксплуатацию. Если мы говорим о гражданстве, то это порядка 25-30%. Вы еще сказали, что объект под гражданство из-за вот этого ограничения по ТАПУ имеет определенные трудности с точки зрения инвестиций. А вот с точки зрения цены, мы, например, общались с вашими коллегами по Эмиратам, и они говорят, что, например, в Эмиратах дорогая эксклюзивная недвижимость, это действительно так, она растет сильнее, а такая масс-маркет, не так много, и вот, собственно, на масс-маркете заработать не то, что совсем невозможно, но трудно. Если мы говорим о Турции, по росту цены, по арендным перспективам, какая-то, ну, есть ли какая-то золотая середина, или это не золотая середина, а золотой минимум, мы сделали золотой максимум. Что интересно инвестиционной точки зрения? Масс-маркет как раз в Турции интересен, особенно популярных среди иностранцев, в том числе, в местах, районах. Разница с Дубаем, пожалуй, заключается в том, что, в отличие от Турции, там была распространена такая схема, как рассрочка с первичным вложением 5%, примерно, 5-10%, и таких объектов было очень много. И в Дубае также можно продавать до момента сдачи в эксплуатацию, то есть там при долевом условном владении. В Турцию тоже можно продавать при долевом владении, не обязательно на себя в конце эксплуатации переписывать объект недвижимости. Однако, пока объект недвижимости не достроится, застройщики, ну, 90% не дадут вам продать объект недвижимости. Вы не сможете из него выйти просто так. Поэтому здесь все-таки еще удерживается очень этот вот разрастающийся пузырь, какой может произойти в других направлениях, когда все условно демпингуют ценами, пытаются выйти один с одной суммой, другой с другой суммой. Из-за этого происходит такая неразбериха. В Турции все-таки они это контролируют, поэтому как раз квартиры популярных морских особенно или центральных локаций, как Стамбул, та же самая Измир, Анкара, они пользуются популярностью особенно с одной спальней и с двумя спальнями, потому что в принципе крупные турецкие города сейчас являются для многих людей таким хабом для проживания, для работы, для релокации, что, конечно, очень сильно влияет на арендные цены и является очень перспективным с точки зрения получения арендного дохода и окупаемости в целом. Давайте тогда я включу презентацию и вы просто прокомментируете несколько кадров, потому что я сразу хочу сказать, что динамика цен на недвижимость в Турции это по Турции статистика практически всегда есть довольно подробная, но тоже очень-очень разная, поэтому комментарий он действительно нужен. Так, где у нас есть слайды? Вот они волшебные. Давайте просто несколько слайдов я прокручу. Вы скажете, на каком остановиться и может быть... Можно остановиться. Например, нас интересует естественно не лира, потому что, опять же повторюсь, инфляция такова, что на лиру опираться сложно. Здесь, в отличие от России, все-таки они живут все равно, когда мы говорим о недвижимости, в парадигме валюты. Здесь все продается либо в евро, либо в долларах. Это не запрещено законом, абсолютно нормально платится со счетов застройщикам именно в валюте, то есть фиксируется уже при получении в лирах, но не в распрещено расплачиваться соответственно долларом и евро. Поэтому, конечно, нас интересует средний рост цен в процентном соотношении валютный. Так вот, в 2022 году он составил почти 27% в среднем по всем городам, где-то, естественно, чуть больше, где-то чуть меньше. Если мы говорим о городах, скажем, сателлитах, где рост цен самый максимальный, это, разумеется, всегда Стамбул, это Измир, Анкара и далее Анталия и Анталия как провинция и Алания в частности как город. Я еще один кадр включу, вот он, по-моему, у вас есть, по поводу начала этого года. То есть, вот статистика февраля к февралю очень сильная, а начало года по большому счету, да и насколько я предполагаю, под рукой сейчас этих цифр нет, март-апрель это тоже, в общем, время такой затишья, по крайней мере, с ценовой точки зрения. Да, март-апрель они пока еще формируют цифры, сравнивают, поэтому мы их сегодня не включили в обсуждение. Ну, конечно же, с февраля по февраль колоссальный рост, вы видите, опять же, крупнейший абсолютно показал в Стамбуле, в Анкаре, в Измире, он, естественно, здесь представлен именно валютный. Что касается сравнений январь-февраль действительно небольшой, потому что исторически так сложилось, что самые сезонные покупки в Турции это конец примерно весны, плавно перетекающая в лето, дальше август это перерыв, а в сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь в том числе это такие горячие месяцы. Поэтому, конечно, в январе был минимальный рост, потому что не было активности, ну, а февраль, конечно, он знаменит такими вот грустными событиями, поэтому ничего удивительного. Ну и, конечно, было некое затишье, да, вот как мы уже говорили перед выборами, да, что все ждали, куда все это развернется, поэтому, говорю, эти цифры, они не очень репрезентативны даже по сравнению с прошлым годом. Ну и потом, вообще, мы сейчас каждые там три месяца оказываемся в хоть новой реальности, поэтому вообще сложно даже что-то с чем-то сравнивать, но, тем не менее, конечно, мы объясняем затишье вот этих первого квартала 23-го года, ну и землетрясением, понятно, но и также, конечно, ожиданиями каких-то изменений до или после выборов. Если мы говорим, ну такой популярный вопрос, его надо даже переформулировать, типа, что будет с ценами Турции, я думаю, что теперь корректнее даже, по крайней мере, исходя из того, что потом какую информацию мы слышим, почему вы считаете, что цены в Турции не будут падать, а будут расти? Вот если так его сформулировать, какие вы здесь видите аргументы за? Ну, можно я начну, а Лена потом, да, добавит. Если говорить вообще о стоимости недвижимости, да, вот как мировая история, да, как мировой рынок, то сейчас мы находимся в такой ситуации, когда наблюдается инфляция практически во всех странах, на всех континентах. И инфляция обусловлена, безусловно, ростом цен на энергоносители, что влечет за собой и удорожание, соответственно, стоимости строительных материалов, удорожание стоимости рабочей силы, да, в связи с необходимостью как-то, да, поднимать зарплату строителям, исходя из инфляции. И вот эти все факторы, они очень влияют вообще на рост недвижимости, ну, и в Европе, да, и в Турции, там, и в Эмиратах. Конечно, есть всегда баланс спроса и предложений, но увеличение именно себестоимости строительства, оно оказывает тоже достаточно существенное влияние на рост цен. И уже сейчас, когда застройщики заключают договоры, проводят тендеры с подрядчиками, это уже сложность найти подрядчиков, готовые работать, допустим, по ценам прошлого года. Мы это знаем, да, общаясь с инвесторами, ой, извините, общаясь с девелоперами. Вот, рост цен однозначно будет следовать за инфляцией. И если мы говорим про Турцию, то, конечно, это очень густонаселенная страна с очень молодым и очень быстро растущим населением. И Стамбул это огромный город с 25 миллионным населением. И когда мы видим в Турции, что сносятся практически целые микрорайоны очень старых застроек и начинают возвратиться новые, многоэтажные, красивые, очень качественные здания, то этот рост цен определенный внутренним огромным спросом. Потому что, безусловно, как во всех развивающихся странах, крупные мегаполисы являются центром притяжения для рабочей силы со всей страны. и все больше людей выходят из сельскохозяйственных каких-то занятий, все больше переходят в сферу работы в сервисе, в каких-то IT, в маркетинговых компаниях. И это все стремится крупным городам, где есть финансовые структуры, где есть спрос на все виды услуг. И это тоже объясняет рост цен на недвижимость и в данном случае прежде всего Стамбуле. А если мы говорим о побережьях, то сюда мы также наблюдаем переток капитала не только со стороны россиян, не только со стороны жителей Ближнего Востока, но мы также видим прирост покупателей из Европы. Европейские побережья очень дорогие, очень дорого там стало отдыхать, потому что очень подорожали все услуги, там серверы, рестораны, все стало намного дороже. И недвижимость тоже на европейских побережьях, она уже давно где-то приближается там к 10 тысячам долларов за квадратный метр, очень уверенно. И конечно, если люди выбирают недвижимость для себя, для отдыха, своей семьи, для того, чтобы многие европейцы проводить там вторую часть жизни уже после выхода на пенсию, то если выбирать между Турцией, допустим, между Францией и Италией, то конечно с точки зрения стоимости жизни и стоимости недвижимости Турции еще далеко не приблизилась к европейским курорту. И это тоже влияет на то, что цены год за годом растут. поэтому мы не могу сказать, что видим какие-то тенденции для того, чтобы рост цен на недвижимость Турции прекратился или замерился. Лен, добавьте пожалуйста, если я что-то упустила. Нет, на самом деле добавить практически нечего, кроме того, что, как правило, ничего не дешевеет. Особенно за последние 10-15 лет мы это наблюдаем, все только дорожает. И, конечно, побережье, в принципе, турецкое, оно сейчас очень густо населено и не в сезон, и в сезон европейцами, это и Аланьи, и Анталия, и сторона Эгейского побережья, естественно, тоже. При этом это, да, действительно, более пожилый, пожалуй, сегмент людей, которые просто воспринимают это направление как для себя наиболее перспективное с точки зрения, опять же, покупки. Потому что то, что дорого для, условно, наших соотечественников, для них это недорого, все еще. А, соответственно, спрос большой, поэтому предложение не может падать в цене. Окей. Я тогда, ну, перед тем, как мы будем говорить, перейдем к истории с ВНЖ и гражданством и поговорим о конкретных предложениях вашей компании, пару вопросов, если сейчас вам это удобно будет обсудить, давайте обсудим, если нет, потом все интересанты в частном порядке. Как сейчас происходит вообще оплата недвижимости в Турции? Где? У вас есть офис в Стамбуле, каким образом он здесь в данном случае может быть, может помочь? И что сейчас с переводами, в какой валюте и так далее? Пожалуйста. Даже кого спросить? Как лучше. Лена, если что, я потом, да, тоже еще добавлю от себя. Действительно, усложнились вообще, в принципе, переводы, это все знают, даже если в том году было больше инструментов платежных, в эту весну, пожалуй, мы столкнулись с тем, что круг сужается, однако мы все равно помогаем нашим клиентам оплачивать с банков, которые не отключены от свифтов, при этом очень многие турецкие застройщики сейчас открывают счета в банках, отделения которых есть в Москве, которые помогают в том числе обслуживать клиентов, именно застройщиков с точки зрения платежей. Мы сопровождаем, естественно, все эти процессы. Ужесточился в том числе не то чтобы комплайнс, но сам тот пакет документов, который нужен для валютного перевода. Соответственно, мы предоставляем все необходимые документы о том, что застройщик является дружественным нам, о том, что там не наследил никто из недружественных стран, не дай бог. Естественно, это пакеты и паспортов собственников застройщика, это письма о том, что данный объект недвижимости никогда никому больше не принадлежал. Все это такая очень тонкая работа, с которой мы на самом деле уже научились работать за предыдущий год, поэтому у нас платежи уходят, мы, в общем-то, помогаем и сопровождаем. В том числе у многих наших застройщиков за последние 12 месяцев также появились свои представители в крупных городах, именно как офисы в Москве, в Санкт-Петербурге, где клиент может непосредственно оплатить напрямую застройщику на его счет, который российский, например, тот же самый Райфайзен, а они уже непосредственно отправляют необходимую сумму на свой турецкий счет Дружественного банка. Поэтому разные очень варианты. Все-таки оплаты происходят в долларах, в евро или есть там рублевые истории? В лирах, по-моему, нет, но тем не менее. Ну, рублевых историй, я так понимаю, все равно не очень много, да, то есть они есть, но их процентные, да, все-таки, да, наверное, не больше 30%, в основном это все-таки остается доллары и евро, также есть возможность работать с криптовалютами, да, мы тоже помогаем в этом. Что касается переводов вот именно там в долларах и евро, то, конечно, стало намного сложнее, но тем не менее даже из Рафайзенбанка можно проводить оплаты, например, в евро, и там можно на брокерских счетах менять доллары на евро и платить. Мы тоже всегда подсказываем нашим клиентам, что с этим можно сделать. То есть работа как можем по всем имеющим сомнению. У нас есть банки-партнеры, которые могут тоже что-то предложить в плане проведения оплаты. Ну, вот, как Лена правильно сказала, самое главное при банковских переводах, это чтобы был именно пакет документов собранного застройщика, для того, чтобы у банков не возникло никаких сомнений в том, что сделка соответствует текущим правилам проведения валютных платежей. Окей. Поэтому, одну буквально фразу хотела добавить, поэтому, конечно, рекомендуем для того, чтобы сделка прошла, оплата прошла, все-таки обращать внимание на первичную недвижимость, а не на вторичную, потому что со вторичной недвижимостью все очень сложно с точки зрения переводов. Просто очень сложно подтвердить статус того человека, кто продает. Да, и статус самого помещения, и у кого оно было во владении последнее, там, условно, все эти 10 лет, пока оно было построено, и у нас очень часто именно валютный контроль, он просто отклонял переводы в пользу таких объектов. Окей. Ну, давайте теперь поговорим о гражданстве ВНЖ. Насколько я понимаю, тут, знаете, слухов больше, чем реальности, да, потому что, потому что, по большому счету, там, 9-го числа, 9-го, минувшее воскресенье, какое у нас было, 28-го, 28-го, выборы состоялись, ну, и, становится, мир не перевернулся, и хотя были разговоры о том, что, возможно, будут какие-то ограничения, эти разговоры, по большому счету, никуда не делились, просто с именем Калычи Дарагло ассоциировались более жесткие ограничения, с именем Эрдогана в гораздо меньшей степени. Что знаете вы? Официальных данных сейчас нет никаких, но по гражданству, по ВНЖ. Будут ли ужесточать процедуру ВНЖ, будут ли увеличивать порог входа под гражданство, что говорят первые дни после выборов? Ну, если мы будем говорить про гражданство, то слухи о том, что сумма будет повышена, они уходят уже давно, и, возможно, повышение этой суммы, оно даже не столько завязано с выборами, сколько в целом парламент и правительство считают, что при повышении порога входа все-таки отсекаются какие-то, может быть, не совсем желательные для точки зрения аппликанты, вот, и это вполне вероятный сценарий развития событий в ближайшее время, то есть, если мы вспомним, то, в общем-то, еще не так давно порог входа в турецкое гражданство составлял миллион долларов, и, по большому счету, за миллион долларов это гражданство особо никому не было нужно, там получали турецкое гражданство буквально там единицы заявителя в течение года, вот, конечно, когда они резко снизили до 250, это рынок очень оживило, и сейчас я думаю, что они будут искать баланс между вот этим, спросом и предложением, то есть, 250 никого не остановило, 400, ну, уже так, поменьше, но стало заявительной, но, тем не менее, все равно особо никого не остановило, вот, и я думаю, что там еще есть вот это место для повышения стоимости инвестиций для получения гражданства, поэтому мы очень рекомендуем не затягивать этот вопрос, как многие наши клиенты, когда вот думали про инвестиции в 250 тысяч, потом столкнулись с увеличением за 400, уже пришлось доплачивать дополнительные 150 тысяч долларов. Что в плане, в этом плане в Турции было сделано довольно разумно, что когда повышается порог входа, всегда есть какой-то вот этот период, когда клиенты могут закончить сделки по предыдущему порогу входа, а уже только новые заявители должны заплатить повышенную стоимость, вот, поэтому если что-то произойдет, да, если какие-то изменения будут введены или вынесены на обсуждение, да, в парламент, что же не происходит просто, да, с утра мы открываем, да, там какие-то средства массовой информации, да, и смотрим, раз, там повысился порог входа. Безусловно, этому происшествуют какие-то обсуждения, какие-то разговоры, публикации официальных документов, вот, и начинается ажиотаж, естественно, как мы помним, когда была смена стоимости гражданства 250 до 400 тысяч евро, вот, поэтому мы считаем, что вполне вероятно сценарий, когда сумма будет увеличена в поиске вот этого баланса спроса и предложения. А по поводу ВНЖ, наверное, Лена вот лучше ответит, она просто больше... Да, Лена, что с ВНЖ, что говорят в кулуарах, скажем так. Да, хочется добавить, что будут еще очень хорошие модификации. Сейчас, в принципе, многие клиенты столкнулись с тем, что раньше это было 4-6 месяцев оформления гражданства, а сейчас это до 12 месяцев занимает из-за, опять же, огромного спроса. В случае повышения цены, во-первых, немножко спрос сократит значимо, в том числе вот это вот дельта позволит увеличить количество сотрудников, которые, в общем-то, обслуживают все эти процессы. Потому что, в принципе, так кажется, что мы подаем просто пакет документов, там, условно, ВНЖ или на гражданство, и все, больше ничего не происходит. Нет, на самом деле это долгая процедура получения сертификата соответствия объекта недвижимости, оценки помещения, далее выписки ВНЖ для основного инвестора, после этого разрешение на выдачу гражданства. После разрешения выдачи гражданства, гражданство основному заявительным, потом гражданство всей семьи. Это на самом деле задействованы просто колоссальные человеческие ресурсы страны. Поэтому сейчас, опять же, в том числе Эрдоган выступил о том, что инвестиционное гражданство сохранится, ВНЖ инвестиционное сохранится, будут модифицированы процессы, будут наняты люди во все города, не только Анкара, Стамбул, Измир, во все города увеличены все эти представительства и иммиграционные офисы. И из хорошего мы знаем, что в мае месяце, прошу прощения, в марте месяце мы столкнулись с тем, что были ограничения по густонаселенным иностранцам и районам с точки зрения получения ВНЖ даже через покупку. Ближайший месяц-два из последних как раз рук узнали информацию от юристов, будет полностью упразднена эта история, поэтому можно будет при покупке через ТАПУ оформлять ВНЖ даже в закрытых в предыдущем году районах. Соответственно, сохраняются условия, естественно, кадастровой стоимости, минимально должно 50 тысяч долларов в маленьких городах и 75 тысяч долларов в крупных городах. И, в общем-то, можно будет задержаться больше, чем... Ну, я понимаю, что это сейчас пока информация такая на уровне слухов, но то есть есть информация, что вот эти закрытые районы, которые объявлять начали, по-моему, с 1 июля 2022 года, первая группа была внесена, потом список все расширялся, расширялся, то есть есть вероятность в скобках уверенность, в наше время ни в чем нельзя быть уверенным, но это не менее, что этот список, что называется, обнулят. не просто обнулят, с точки зрения аренды, вряд ли это обнулят, потому что, конечно, они, да, борются сейчас с большим количеством приехавших и не инвестировавших, потому что, в принципе, они очень большую делают нагрузку на все сферы жизни, это и безопасность, это и здравоохранение, это и просто общественное пространство, конечно же, трещит по швам из-за огромного количества людей, которые просто арендуют и ничего, условно, Турции не дают, они продолжают работать в своих странах, условно, удаленно, платить налоги туда, а сюда просто приезжают и используют это как временное место обитания. Они с этим борются, и я думаю, что в ближайшие год-два мы через аренду туристические ВНЖ заново, именно подавая, ну, никак не получим, потому что стране это невыгодно, а вот через покупку это выгодно, и это дополнительное привлечение инвестиций, что, конечно же, в совокупности интересует, естественно, и страну, и застройщиков, и будет влиять на цену за квадратный метр. Окей. Я хочу обратить внимание, в презентации есть много кадров, и процесс получения гражданства подробно расписан. Я думаю, что, ну, сейчас останавливаться на этих процедурах уже не будем. Если у кого-то есть какой-то вопрос по этой теме, самое время его задать, но в любом случае вы можете, я думаю, сейчас просто контакт в чате еще раз, это, собственно, они есть, контакт в чате, они есть, просто напишите, и я думаю, что эту презентацию нашей коллегии из Дермарк Реал Эстейт не откажется вам прислать. Хорошо, давайте идем дальше, и тогда перейдем уже, может быть, к конкретным кейсам. Я бы просто попросил, ну, помимо, собственно, презентации, может быть, конкретных объектов, раскрыть потенциал, почему вы их выбрали, чем они вам сейчас приглянулись, инвестиции или гражданство и что это такое. Давайте я сейчас просто нужный слайд здесь найду, и мы начнем. вот так. Вот. 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 Все. Начинаю отсюда. Кстати, просто для понимания, вы сейчас активнее предлагаете так больше спрос все-таки на побережье или на крупные города? На самом деле мы, естественно, предлагаем и крупные города, и побережье, просто дело в том, что именно компания Интермарк за последние, пожалуй, два года больше фокусировалась на Стамбуле. Да, Ольга, может меня поправит. Да, мы сейчас обновляем условно предложение, понижаем порог входа для того, чтобы больше клиентов могли обращаться в нашу компанию для того, чтобы удовлетворить свое желание в покупке. Поэтому, естественно, если мы говорим о пороге входа не таком высоком, как это мы видим сейчас в Стамбуле, то мы обращаем внимание на прибрежные чаще всего, конечно, средиземноморские города, такие как Алания, Анталия, новые развивающиеся районы. И сегодня я выделила объекты с нашей точки зрения наиболее перспективные. И вот первый как раз объект, это объект, который находится в открытом районе. Так как мы еще не уверены на 100%, что у нас ВНЖ будет даваться все-таки потопу, даже через покупку, мы рекомендуем обратить на районы, которые открыты по сей день. И если мы говорим о Балане, то это по-прежнему центр города, то есть это все, что находится вокруг крепости, это знаменитые пляжи Клеопатра, разумеется. Но здесь цены, они как раз уже так сильно сравнялись со Стамбулом, что квартира с одной спальней, где-то 50 квадратных метров, это стоимость от 250 тысяч евро, когда раньше это было от 98 тысяч евро, еще пару лет назад. Поэтому если мы хотим хороший объект недвижимости за более реальный, назовем это так, деньги, если нам нужен ВНЖ, то рекомендуем обратить внимание на проект, как раз показан на этом слайде. Здесь застройщик, который, в общем-то, на рынке больше уже 15 лет, который зарекомендовал себя с самой лучшей точки зрения, который не задерживает свое строительство, у него, в общем-то, очень сильный инвестиционный потенциал, потому что об этом застройщики знают еще до того, как он выпускает что-то на продажу, уже знают все, что это выпускается, встает очередь, причем из самих же турков в том числе. Здесь проект как раз находится в оба, он классный, современный, для тех, кто боится высоких зданий, он низкоэтажный, как раз, что сейчас очень популярный у нас запрос, мне бы поменьше этажей. Он имеет свой собственный пляж, как раз расположен вдоль такого красивого бассейна, и, соответственно, здесь 7 блоков, цена от почти 2 тысяч евро, и, как исторически тоже пересложилась, рассрочка всегда доступна в Турции при минимальном как разносе от 25% за квартиру. Окей. Смотрим дальше. Недалеко отошли от обы, чуть-чуть на запад, и у нас Афсалар. Да, Афсалар сегодня закрытый район, но, опять же, если мы смотрим на перспективу, объекты, которые сдаются как раз с 25-го года, опять же, у нас все меняется вообще очень быстро, поэтому мы ждем, что этот район будет, как только откроется вновь, сильно расти в цене. Здесь у нас как раз эксклюзивный старт продаж, очень высокий кадастр, в принципе, в Алании это такая большая редкость, как и в других южных городах. Здесь кадастр порядка 90% составляет, поэтому здесь можно набрать несколько квартир под сдачу в аренду и получить гражданство. В данном случае мы сейчас заходим на офф-плане с самыми минимальными ценами, разумеется, с рассрочкой. Этот проект классен тем, что он находится на очень большой территории, недалеко от самого знаменитого зоны, такой парковой, лесной зоны Афсалара, легкий, в принципе, Алани, который является. И, конечно же, классно, что всего 900 метров от личного пляжа, это недалеко, те, кто знают эти города, это действительно очень близко. И на территории этого комплекса будет отельный блок, как раз на второй фотографии он показан. Здесь отельный блок не продается, но тем не менее, благодаря отельному блоку, хороший будет показывать арендный потенциал от 7-8% в валюте, хороший будет прирост капитала благодаря большой действительно инфраструктуре, которая подходит как раз под классификацию отеля 5 звезд. Поэтому здесь рекомендуем. Интересно то, что вы сказали, да, про 90% кадастровой стоимости. Ну, для тех, кто не знает, надо напомнить, хотя, наверное, подавляющее большинство уже знают, что когда покупаешь проект под гражданство, важно, какая у него кадастровая стоимость, станет та сумма, которую вы, собственно, фактически заплатили. И для Стамбула разница между кадастровой стоимостью и реальной, она, ну, может различаться крайне незначительно, а вот ребята на побережье, они любят эти цифры очень сильно различать с тем, чтобы, ну, снизить налогоблагаемую базу, насколько я понимаю, что я именно с этим связанная. Да, причем мы, конечно, рекомендуем обращаться все-таки в русскоговорящее агентство и желательно не только те, которые местечковые находятся непосредственно в Алании или в Анталии или в Стамбуле, потому что им выгодно в принципе вам продать и исчезнуть. И к нам очень часто обращаются люди, которые покупают большие, действительно дорогие квартиры по 300 тысяч евро, 400 тысяч евро, 500 тысяч евро, но они не разбираются в вопросе, они не читают по-турецки, они получают тапу, счастливого прижимают к груди, а потом через какое-то время обращаются за оформлением гражданства к юристам, а там оказывается, что цена в тапу, ну вы представляете, она в лирах же указана и какие-то непонятные слова, она 10 тысяч евро составляет. И человек оказывается в такой ситуации, что ему некуда просто обратиться, потому что, ну, турецкое агентство банально скажет, что, ну а что вы хотели, вы купили у застройщика, мы к вам никакого отношения не имеем, мы вам ничего не обещали, и под паспорт это уже не подойдет. Мы со своей стороны помогаем, в общем-то, проверять от и до такие вещи, чтобы у вас не было таких неприятных ситуаций в принципе в будущем. Вот вопрос пришел, купили квартиру с сыном в долях, два раза давали по два года, сейчас дали на полгода, сейчас подали еще на полгода. Могут ли отказать в ВНЖ, вот он у них туристический, ваше ощущение? Могут отказать, к сожалению, но нужно будет повторно обращаться, дело в том, что сейчас вообще по долям перестали давать, уже шесть месяцев примерно или семь не дают по долям. Нужно обязательно, если это ребенок, то его отдельно подавать как зависимого ребенка, а если это доля, то отказывают даже собственнику основному, то есть всем. У нас есть хороший юрист, который помогает решать такие кейсы, мы постараемся после нашего вебинара, если вы с нами свяжетесь, помочь вам, можете писать, опять же, на e-mail или на WhatsApp удобный, который находится сверху, мы вас сведем как раз с адвокатом, который попробует решить вопрос. Окей. Давайте дальше, мы остановились на объекте в Афсаларе, смотрим Анталья. Да, Анталья сейчас как раз по ценам, я даже боюсь предположить, но уже, наверное, сравнялась, да, Ольга, с Каннами, с Ницей, если мы говорим... Ну, на самом деле, еще, конечно, не совсем, вот там есть еще... Средняя цена там вообще гуманная, средняя цена ниже полутора тысяч евро, если брать там кипец, и такие районы... Да, да, да. Да, да. Поэтому я говорю, поэтому там среди европейских инвесторов спрос очень большой, а качество строительства, оно абсолютно несравнимо, так как строят турки, на самом деле, мало кто строит, да, и здесь нормальная высота потолков, и нормальная качественная отделка, вот, потому что, в отличие от европейской застройки, ну, это несравнимые... Именно вот если мы говорим про массовое жилье, я не говорю про какие-то лакшери-объекты, если говорим про массовое жилье, то, конечно, новые турецкие проекты, они на несколько порядков лучше, чем европейские. Ничего себе заявочка. Да, 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 это так и есть. Поставил себе галочку. Да, да, да. Между прочим, половина российских популярных объектов, крупных, в том числе муниципальных, построены именно турецкими застройщиками, так это неудивительно. Я вот даже сейчас, Ольга сказала, сразу так воспоминаниями немножко опустилась 19-18 год, Барселона, новый объект недвижимости, потому что я в том числе Испании раньше активно очень занималась, и объекты там стоят от 7 тысяч евро за квадратный метр, и ты идешь вот вдоль стены, трогаешь ее рукой, а она вот так волнует. Вот как сейчас... Это задуманное, это же значит... Нет, нет, конечно. Должна быть гладкая, по идее, но когда она немножко плывет. Такое бывает. По Анталии, да, возвращаемся к этому проекту, но тут еще ждать справедливости ради два года. Да, хочу обратить внимание потенциально интересантов именно на район Алтенташ, о нем уже очень многие в последнее время говорят. Такая краткая справка, район Алтенташ находится по правую руку от аэропорта Анталии, Самые ближайшие пляжи это пляжи Лары по отношению к этому району. Район сейчас активно очень распродался среди крупных застройщиков турецких и том числе европейских, кстати говоря, под строительство новых объектов недвижимости. Здесь из-за того, что находится по правую руку от аэропорта, не слышно самолетов, потому что они заходят на посадку и взлетают по левую руку и как раз над Ларой пролетают. Поэтому здесь тихо достаточно. Ну и плюс ко всему те, кто знает хорошо Турцию, старые города прекрасно помнят, что ты покупаешь сейчас очень хороший новый объект недвижимости, выходишь на последний этаж на свой балкон пентхауса и видишь вокруг эти страшные ужасные крыши домов с этими бочками ржавыми и все остальное. Ну это естественный процесс, потому что, конечно же, та же Анталия, она застраивалась очень долгое время, последние 60-70 лет. Старые обвершалые дома в центре. Здесь же это будет полностью новый район, то есть как Каниалты можно сравнить. Вы будете выходить на улицу, вокруг все будет свежее, красивое, приятное. Соответственно, здесь будет очень длинная торговая улица построена. Она будет похожа на Старый Арбат Московский с магазинами, с ресторанами, понятное дело. Сюда будет перенесен университет, именно факультет самой популярной, крупнейшей университета Государственного Анталии по гостеприимствует туризму. Здесь будет перенесена сюда мэрия города Анталии. В общем, ближайшие, я так скажу, наверное, в перспективе пяти лет это будет новый, классный, дорогой район, в котором будет очень приятно жить и арендовать недвижимость. Соответственно, как только начали застраивать, последние, наверное, месяцев 10-12 заговорили о районе, здесь можно приобрести объекты примерно еще от 120 тысяч долларов. Соответственно, большая часть застройства в районе Алтентаж показывает стопроцентный кадастр. И как раз объект, который мы сейчас рассматриваем, показывает здесь порядка 80% кадастр, а к следующему, к которому объекту мы перейдем, там как раз 100%. Это популярная история именно в Алтентаж. Здесь объект, да, действительно, еще сдача будет в 25-м году, но ТАПУ будет уже через полгода, то есть подгрожанство можно будет оформлять его вот уже сейчас. И следующий проект тоже от крупного застройщика, который построил в общем-то всеми известный Land of Legends. Здесь проект начинается по цене дороже, но и класс здесь выше, это уже такой класс бизнес. Здесь будет на территории отельная резиденция под управлением всемирно известной фирмы Ascot, управляющей компанией, и будут доступны еще апартаменты жилые, виллы в том числе, сдача объекта при этом очень интересная, 23-й год, то есть уже вот-вот сейчас. Под паспорт все подходит, 100% кадастр, чистая оплата насчет застройщика, достаточно быстрое, комфортное оформление документов, и, конечно, уже очень близкая возможность заселения или сдачи в аренду. Хороший потенциал роста. Окей. Куша, это редко, кстати, мы в этот район направляемся, редко про него говорят, но тем не менее. На самом деле, Эгейское побережье пользуется популярностью уже давно, если мы говорим про Бодрум, то там цены на виллы, на танхаусы, они зашкаливают, наверное, всем это известно, а вот Кушодасы, хоть это недалеко от Бодрума, цены еще очень даже адекватные. Здесь главное преимущество, конечно же, что цена 555 тысяч долларов за танхаус 4 плюс 1, объект здесь сдан, доход здесь 5 процентов годовых минимальный в евро от сдачи, потому что, как вы видите, проект находится непосредственно на первой береговой линии, и, конечно же, самое классное, что в эту сумму кадастр как раз 400 тысяч долларов, поэтому покупая такой вот танхаус, мы, в общем-то, можем получить и гражданство, и проживать самостоятельно, и сдавать в аренду, у вас нет головной боли о том, что достроится ли этот объект или не достроится, и рядом, конечно же, непосредственно находятся вся необходимая инфраструктура в виде магазинов, ресторанов, не так далеко до аэропорта, в общем-то, проект действительно очень достойный. Елена, вопрос от нашего зрителя, почему цены то в евро, то в долларах? Это даже вопрос не ко мне, это вопрос к туркам, они... очень сильно склоняются к иностранцам, которые привыкли покупать в тех или иных городах. Значит, Игейское побережье у нас популярно было среди европейцев, поэтому оно закреплено как раз в евро. С 2003 года стали... вышел закон о том, что иностранцы могут покупать недвижимость, и вот каждый город, каждое побережье или центральные города начали закреплять за собой валюту. Средиземное море то же самое, а вот, например, Анкара и Станбул всегда были именно больше страны заинтересованности как раз Ближнего Востока, поэтому здесь все в долларах. Измир, он так делится 50 на 50, где-то в евро, где-то в долларах. Ну, естественно, все вам пересчитают, но надо помнить о том, что в Турции один евро равен одному доллару. Внимание! Окей, ну, не знаю насчет недвижимости, но в маленьких лавочках часто это именно так. Такое явление, да? Да, где, вопрос, где евро равен доллару в Турции? В Турции, да, ну и потом еще, да, вот если вспомнить, да, когда вот евро вышло на там мировые финансовые рынки, да, и когда евро в какой-то момент стало значительно дороже, чем доллары, ведь очень много, вдруг стало быть деноминировано в евро, а не в долларах, там, билеты на самолет, да, даже недвижимость, цены на отели, вдруг почему-то все стали в евро, хотя до этого были в долларах везде, да, и все это было совершенно, воспринималось как такая вот мировая расчетная валюта. Как только евро стало намного дороже доллара, все сразу стало в евро. Вот, поэтому здесь, да, здесь такая, конечно, интрига. Да, интрига абсолютно. окей, ну и еще, это уже, если я правильно понимаю, в Стамбул все-таки, до Стамбула вы все-таки добрались, ваше предложение в Стамбуле. Да, в Стамбуле у нас очень много объектов недвижимости, мы выбрали именно его, опять же, в Стамбуле у нас кадастр совпадает, как Филипп сказал, практически 99% при покупке, это, конечно же, упрощает выбор объектов недвижимости, здесь проект на старте продаж, он новый, выпустили его буквально 3 месяца назад, находится он в европейской части, самое главное преимущество это застройщик, не будем называть название, но могу сказать, что это крупнейший турецкий застройщик, который в том числе построил многие объекты, известные российскому обывателю, это ростовский аэропорт, это метрополис, торговый центр в Москве, это завод Перстес-Бенц, например, который находится в Солнечногорске и многие другие объекты, соответственно, данный застройщик, как правило, строит именно бизнес-класс и выше бизнес-класса, обязательно в хороших локациях, всегда все вовремя сдает, здесь проект, опять же, не исключение, находится он внутри как раз района Бахчелевлер, очень популярный, вокруг все необходимые транспортные развязки, удобное в этом плане расположение, рядом находятся торговые центры, необходимые офисные центры, и стартуют цены от 294 тысяч долларов, естественно, есть рассрочка, минимальные планировки 65 квадратных метров с одной спальней, и мы прогнозируем, что к четвертому кварталу 2024 года прирост именно в валюте составит от 35%, здесь ТАПУ будет уже через буквально три месяца, поэтому при покупке сейчас за эту сумму мы можем ожидать, что как только выйдет ТАПУ, рост цен уже будет порядка 7-10% от стоимости, которую вы первоначально вложили, и с этого момента мы можем начинать оформлять гражданство. И тогда просто еще уточнить хочу, значит, еще раз, вот 35% годовых это к моменту окончания строительства? К моменту, да, к моменту окончания строительства, как раз он будет где-то через полтора года уже сдан, минимально, на что мы можем рассчитывать, это 35% в доллар, это минимальный прогноз. Окей, ну что ж, это тоже практически все уже обсудили, и я на самом деле уже практически завершаю наверное наш рассказ. Хотел, во-первых, все-таки задать вопрос, который, на самом деле, всегда очень тяжело и не любит давать прямой ответ, но все-таки, мы говорим о ценах, вы говорите, что цены дальше будут расти и так далее. Ваши ощущения, все-таки, насколько они будут расти, вот на нас зрители тоже интересуются, как сейчас будет развиваться в этом смысле рынок недвижимости Турции с учетом всех за и прочих нюансов, которые определяют ситуацию? Ну, я бы, наверное, сказала, что уже не будет такого взрывного роста цен, как он был в 22-м году, вот, но это будет постепенный рост цен от 10, наверное, до 15% в год в целом, но если мы говорим про крупные города, мы не говорим про те локации, где иностранцы, как правило, не инвестируют свои средства. Я все-таки склоняюсь примерно к такой сумме, я не считаю, что на рынке есть пузырь на цены на недвижимость, особенно, да, опять же, в Стамбуле, на побережье, по всем тем причинам, по которым мы сегодня говорили, и мое мнение, это рост цен вот на такие значения. Окей, Елена, что-то добавите? Да, пожалуй, добавить ничего, волнообразного роста уже, конечно, такого не будет, но он будет уже постоянный и более прогнозируемый, на который может рассчитывать инвестор. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Ольга Катрич, директор департамент международных проектов Intermark Real Estate, и Елена Заплаткина, руководитель направления продаж турецкой недвижимости Intermark Real Estate. Контакты компании и контакты Елены прямые, пожалуйста, позвоните, пишите. На этом, наверное, все. Понятное дело, что по Турции наш разговор в ближайшие месяцы наверняка и недели будет продолжен, просто потому, что, ну, какая-то сжатая пружина есть, и, по крайней мере, как вы справедливо дамы заметили, на рынок возвращаются те, кто в течение последних двух-трех месяцев именно по причине выборов взял, что называется, небольшую паузу. Спасибо. До скорых встреч. И спасибо всем нашим зрителям за внимание. Мне кажется, было интересно и познавательно, как обычно. огромное спасибо, Филипп. С вами всегда приятно вести совместные эфиры. Спасибо вам большое. Спасибо большое за это. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин